Я разве не прав? Бэтмен! Лига справедливости Зака Снайдера с огромным успехом прошлась по всему миру, обрадовав фанатов новыми кадрами, расширенной историей Киборга, Флэша, эпичной финальной битвой и, конечно же, последними кадрами из будущего, где показали Джокера и Бэтмена. Что означает эта сцена? Что будет дальше? И какие вопросы Лига оставила после себя? Давайте узнаем. Что ждет Джокера Джареда Лето в будущем после его появления в Лиге справедливости Зака Снайдера? Спустя долгие три с половиной года после выхода театральной версии, фильм Снайдера наконец-то выпустили, где Зак вернул популярного преступника в новой сцене, снятой во время дополнительных съемок фильма. С учетом появления Джокера в фильме, так и того, что влечет за собой сама сцена, возникает ряд серьезных вопросов о том, что на самом деле означает этот момент и куда может в дальнейшем пойти Джокер. Пока эта карта у тебя, у нас перемирие. Сцена происходит в конце фильма, показывая в кошмаре Брюса будущее, в котором Дарксайд завоевал Землю и привел на свою сторону Супермена благодаря уравнению антижизни. С помощью Киборга, Флэша, Меры и Девстроука, Бэтмен полонный решимости разрушить это будущее, и он также формирует напряженный союз ни с кем иным, как с Джокером, чтобы выполнить миссию. Их вражда по-прежнему остается сильной. Джокер играет с Бэтменом по поводу убийства Робина, а Брюс предупреждает, что он его убьет, согласно предсмертному желанию Харви Квинн. Сцена заканчивается прибытием злого Супермена, а также марсианского охотника. И это явный намек на то, чтобы история продолжалась, насколько это возможно. Тем не менее, остается открытым вопрос, будет ли завершена запланированная Снайдером арка из трех или пяти фильмов. Более того, концовка будущего с Джокером также вызывает вопрос, был ли это последний Джокер в исполнении Джареда Лета. Я мертв внутри очень давно. А если перейдешь в черту, клянусь, я... Что, Брюс, убьешь меня? Ты не убьешь меня. Я твой лучший друг. Снайдер рассказал некоторые подробности того, как будут выглядеть его планы после Лиги Справедливости. Поскольку эти планы относятся к Джокеру, это могло бы включать в себя сцену убийства Робина, потому что у Брюса и Джокера разные точки зрения. Снайдер также говорил о роли Джокера в уничтожении будущего, включая кражу Куба. А также он хотел бы увидеть их совместную сцену с Флэшем. Есть также вопрос о заброшенном сольном фильме Бена Аффлека о Бэтмене, в котором Девстроук должен был быть главным злодеем. Поскольку это был проект Бэтмена, все были уверены, что Джокер Джареда мог бы появиться, но это никогда не было подтверждено полностью. Со всем этим вместе у нас теперь есть представление о том, где Джокер Лето, возможно, должен был появиться в следующий раз в фильмах DC. Но тут вопрос в том, случится ли что-нибудь из этого в ближайшие годы? На данный момент нет подтвержденных планов актера снова изобразить Джокера в фильмах, так же, как и снять другие части Лиги. Но тут лишь вопрос времени. С другой стороны, не так давно не было планов по выпуску Лиги Справедливости Зака Снайдера, поэтому ситуация с продолжениями остается открытой и, возможно, когда-нибудь мы увидим следующую часть. По этому случаю режиссер дал интервью изданию Deadline, в котором рассказал, что студия не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с ним. Я только что закончил реально удивительный фильм для Netflix, который называется «Армия мертвецов». У меня был отличный опыт работы с ними, и я пытаюсь написать еще один фильм, а также разрабатываю два анимационных сериала и немецкий приквел к армии. «Поэтому мы бы очень хотели продолжить развивать эту франшизу, и я бы хотел начать еще один новый проект, если смогу. Я просто отлично провожу время, снимая сейчас эти фильмы, поэтому не знаю. Если быть честным, вы знаете, Ворнеры не выразили никакого интереса в дальнейшей работе со мной, и это на 100% нормально. Я понимаю», — говорит Снайдер. Также постановщик отметил, что перед тем, как начать работать над режиссерской версией Лиги Справедливости, ему ясно дали понять, что версия 2017 года навсегда останется каноном киновселенной, а его фильм существует где-то за пределами всего этого. А вот насчет Джокера Лето, который пошел в историю как первый актер, сыгравший эту роль в нескольких фильмах, возможно, лучше не списывать со счетов. Лига Справедливости Зака Снайдера вероятно станет концом истории расширенной вселенной DC, и она оставляет у зрителей множество вопросов, на которые, возможно, никогда не будет получен ответ. После запуска Человека из стали, Ворнеры, увидевшие взлет кинематографической вселенной Марвел, настаивали на создание собственной общей вселенной. Снайдер был фактически назначен ответственным за общую картину и имел планы по созданию арки из пяти фильмов, включая Человек из стали, Бэтмен против Супермена на заре справедливости и три фильма о Лиге Справедливости. Снайдер смог создать Человека из стали с небольшим вмешательством со стороны студий, и то же самое в значительной степени относилось к Бэтмену против Супермена. Однако этот фильм привел к изменениям, внесенным в Лигу Справедливости. Снайдер переработал свою историю, общий тон фильма и многое другое, чтобы попытаться учесть требования студии, прежде чем в конечном итоге уйти после смерти своей дочери. Версия Лиги Справедливости, которая появилась в кинотеатрах в 2017 году, сильно отличалась от того, что задумал Снайдер. Поэтому фанаты в течение трех лет проводили кампанию за выпуск Лиги Справедливости Зака Снайдера. HBO Max в конечном итоге стал домом для одного из самых обсуждаемых фильмов в наше время. Теперь, когда вышла Лига Справедливости Зака Снайдера, фанаты могут увидеть, что именно планировал режиссер. В четырехчасовом фильме меняются истории персонажей, появляются новые лица, другое соотношение сторон и многое другое. Студия на него слегка давила, заставляя свою версию сделать мягче, но Снайдер был непреклонен. Он сделал все, что запланировал. Но после премьеры фильм оставляет множество сюжетных линий нерешенными и вопросы без ответа. Финал из Лиги Справедливости показал, что героям снова надо будет объединить свои силы, чтобы остановить вторжение Дарксайда. Первоначальная попытка сразиться с Дарксайдом должна была быть такой. Бэтмен, Супермен, Флэш, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и, возможно, Зеленый Фонарь, Марсианский Охотник и другие сражаются против армии Дарксайда. Снайдер планировал, что они потерпят неудачу первыми, в результате чего сон Брюса окажется настоящим. Бэтмен, Киборг, Флэш, Мера, Девстроук и Джокер являются последним сопротивлением Дарксайду. Это привело бы к тому, что Лига разделится на три части. Но что теперь? У Ворнеров в настоящее время нет планов относительно будущего фильма о Лиге Справедливости. И у многих участников Снайдер-ката, это неопределенное будущее. Ожидается, что сольный фильм о Флэше под названием Флэшпойнт перезапустит всю вселенную. По сюжету, Барри должен будет попасть в альтернативный мир, где все изменится. Но даже и без Барри всем уже известно, чтобы Наффлек навсегда перестанет играть Бэтмена, Рэй Фишер борется со студиями, а будущее Супермена витает в воздухе. Будущая версия Лиги Справедливости на большом экране может включать только Чудо-женщину, Аквамена и, возможно, Флэша с новыми героями, такими как Шазам, Супергерл, Зеленый Фонарь и другими, потенциально заполняющими оставшиеся места. Каким бы ни было будущее, фанаты DC скорее всего больше не увидят на экране первых шести членов Лиги Справедливости вместе. Как упоминалось ранее, у киборга Рэя Фишера очень неопределенное будущее со студией. Актер официально заявил, что он не будет частью какого-либо проекта, в котором участвуют Джефф Джонс, Уолтер Хамада и другие. Изначально для киборга хотели сделать сольный фильм и показать во флэше, но его участие в последнем было отменено из-за спора Фишера с Ворнерами. Студия до сих пор не решила, что с ним делать, а это означает, что время киборга в DC может быть завершено. Это плохо, учитывая, что Лига Справедливости Зака Снайдера расширила персонажа и его история однозначно требует продолжения. Но похоже, мы никогда не узнаем, что произойдет с Виктором Стоуном дальше. Тебе доступны любые коды и шифры. Мы все в твоей власти, Вик. Всеми технологиями, от электросетей до телекоммуникаций. Лига Справедливости Зака делает Дарксайда главным злодеем вселенной и финал нам показывает, что он скоро прибудет на Землю. Снайдер планировал показать Дарксайда в будущих частях своей истории, но теперь зрители будут гадать, появится ли злодей вообще. Так как студия не считает Лигу Зака каноном, то опираться следует на версию 2017 года. Дарксайд там лишь упоминался. Даже если захотят сделать продолжение той версии, то скорее всего фильм не будет о вторжении главного злодея на Землю. Его либо оставят на финальную часть, либо вообще уберут. Мы знаем, где антижизнь, Десаад, и ни перед чем не остановимся, чтобы завладеть ей. У Снайдера были большие планы относительно уравнения антижизни в своей Лиге Справедливости, но теперь студия, возможно, не вернется к этому элементу сюжета. Уравнение антижизни, как первоначально говорилось, позволяло тем, кто ее знал, доминировать над волей любой разумной расы, что являлось конечной целью Дарксайда. В фильме злодей поработил бы большую часть Земли, включая Супермена. Антижизнь спрятана на Земле и является важным инструментом, которым могут использовать некоторые злодеи, чтобы захватить планету. Но поскольку Ворнеры идут в другом направлении, мы, возможно, больше никогда не узнаем об этой формуле. Конец Снайдеркада показал, как Лекс Лютер сказал Слейду Уилсону, что Брюс Уэйн это Бэтмен. И эта информация должна была привести прямо к Бэтмену Бена Аффлека. Девстроук должен был стать главным злодеем фильма, но этот сюжет сольного проекта Темного Рыцаря скорее всего не будет реализован. В настоящее время нет планов относительно возвращения Девстроука. Это означает, что DC скорее всего никогда не ответит, действительно ли Девстроук преследовал Бэтмена и разрушил жизнь Брюса Уэйна. Лекс Лютер не играет большой роли в Лиге Справедливости Зака Снайдера, но он будет частью сиквелов. Теперь, когда он свободен, версия Зака намекает, что у него впереди большие планы, ведь он работает с Дарксайдом частично. Но сегодняшняя ситуация указывает на то, что будущее персонажа под вопросом. Пригласят ли Джесси Айзенберга еще раз к этой роли? Театральная версия Лиги Справедливости раскрыла желание Лекса создать команду суперзлодеев. Поскольку студии считают театральную версию канонической, то продюсеры пока что молчат насчет того, что будет дальше. Вот и славно. Лига Справедливости Зака Снайдера показала одну популярную теорию фанатов, в которой говорится, что генерал это марсианский охотник. Раскрытие интригует, особенно в том, что касается прошлого персонажа. Однако, один из самых больших вопросов, который возникает при этом, заключается в том, почему марсианский охотник так долго скрывался. В прошлом инопланетный герой мог бы, например, помочь сразиться Зодом. Фильм Зака не дает ответа на вопрос, почему марсианский охотник решил все это время оставаться в тени. Если версия марсианского охотника в исполнении генерала не вернется в будущем и не возьмет на себя большую роль, маловероятно, что DC предоставит дополнительную предысторию этого решения. Мы подошли к последней загадке, которую оставила после себя Лига Снайдера. Это судьба Харли Куинн. Версия Бэтмена из будущего сообщает Джокеру, что Харли Куинн умерла у него на руках, и она ему сказала, чтобы он убил клоуна Принца Преступности. Это жестокий и интригующий момент, тем более, что нет никаких указаний на то, как она умерла или кто ее убил. Может быть Бэтмен убил ее за причастность к смерти Робина или Харли присоединилась к сопротивлению Дарксайду и умерла после работы с Бэтменом. Лига Справедливости Зака Снайдера не дает ответа. Поскольку Харли Куинн является одним из любимых персонажей-поклонников, пройдет много времени, прежде чем она умрет в любом случае. Ты заговорил о тех, кто умер у меня на руках, потому что когда Харли Куинн истекала кровью на моих глазах. Она умоляла меня на последнем издыхании прикончить тебя. Как вы оцениваете фильм? Получили ли то, что вы хотели? Какие вопросы у вас возникли? Оставляйте комментарии и мы будем надеяться, что несмотря на всю туманность вокруг фильмов DC, в ближайшее время студия все же образумится и следующие фильмы будут такими же достойными, как Лига Снайдера. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok